Ольга Романовская, седьмая дочь графа Стера Глава первая. Каждая порядочная аристократическая семья скрывала скелеты в шкафу. Однако, вряд ли кто-нибудь мог похвастаться, что прячет от мира живого человека. Но, к сожалению, проделать этот номер с неодушевленным предметом или даже неблаговидным поступком. Гораздо проще, нежели с девицей 17 лет. И Изабелле пришлось выходить в свет. Не слишком часто и исключительно вечерами, чтобы не испортить гостям аппетит. Обязательно вместе с сестрами, чтобы не привлекать внимание к своим странностям. Да и когда у тебя много дочерей, вряд ли кто-то заметит внезапное исчезновение одной из них. Девицы подвержены нервным расстройствам, у них частенько болит голова, случаются обмороки, а еще они страдают малокровием и прочими недугами, диктующими суровый постельный режим. Только, увы, ничто не может длиться вечно. Надо что-то решать. Лорд Уильям Джад, графстер, покосился на свою жену Лавинию. Та по обыкновению тяжко вздохнула, в который раз помянув недобрым словом проклятие. Кто и когда его навел, неизвестно, но факт неоспорим. Все мальчики и девочки хороши и здоровы, как на подбор. Только Изабелла уродлива. Вдобавок обладала странными наклонностями, которые привели к гибели Ирен и Кэрол. Надо было послушать совета няни, избавиться от ребенка, но Лавиния не смогла. В итоге через три года лишилась новорожденных близнецов и больше не могла иметь детей. Возможно, допроси Лавиния супруга узнала бы о первоисточнике бед, но она не обладала недостаточной прозорливостью, ни силой характера, а добровольно могилы секретами не вскрывают. Опять ты принесла сюда птицу. Графиня не придумала ничего лучше, чем сорваться на виновницу тяжких дум. Изабелла вздрогнула и подняла на нее большие зеленые глаза. Ворон на ее плече недовольно каркнул и продолжил клевать еду с руки хозяйки. Точно чернокнижница! Откуда только взялась! Лавиния устала от череды увольнений слуг, не желавших работать в доме колдунии. Она много раз устраивала обыски в комнате дочери, но та непостижимым образом умудрялась прятать тетради с непонятными, а потому пугающими записями. Нет, чтобы вышивала, как Мэри, или музицировала, как Алиса, да хотя бы занималась садом, как Кэтрин. Проклятое дитя! Изабелла частично виновата в собственном увечье. Когда она сидит, распустив роскошные темные волосы, кажется нормальной. Но стоит присмотреться, увидишь следы ожогов на ее лице. Шрамы обезобразили часть щеки, шею и левое плечо. По этой причине седьмая дочь графа Стэра никогда не носила открытых платьев. Вот и сейчас ее шею сковал воротник Жабо. Никакого сравнения с сестрами. Изабелла мрачная, замкнутая. Они хохотушки, весенние цветы в ярких воздушных нарядах. Но если бы дело было только в ожогах? Лавиния вздохнула и отвернулась. Никогда ей не избавиться от калеки. Мэри держит кота. Почему мне нельзя завести ворона? Он воспитанный и никому не мешает. Потому что это птица, а не домашнее животное, бестолочь, отозвался Генри. Он учился в университете и приехал в родовой замок на каникулы. Старший сын и будущий наследник титулу Норман уже заступил на службу и занимался важными взрослыми делами. Поэтому редко наведывался его чадом. Вскоре он планировал заключить помолвку с наследницей генерал-адмирала. «Если кто-то бестолочь, так это ты!» – не смутилась Изабелла. «Все великие волшебники держали воронов. Они очень умные птицы и…» «Хватит!» – рявнул граф. «Чтобы я о волшебниках больше не слышал. Немедленно отнеси птицу в клетку, Изабо, и научись вести себя за столом!» Сестры дружно хихикнули и тут же приняли самый примерный вид. Изабелли девятнадцать. Пора прочитать хотя бы одну книгу по этикету. «Целых девятнадцать лет, а она по-прежнему говорит все, что думает. Ни один мужчина на нее не взглянет». Опираясь на стол, Изабелла поднялась. Встревоженный движением ворон взлетел с плеча. «Пойдем, Сей, нам здесь не рады». Девушка вытянула руку, и птица, немного поворчав на своем языке, опустилась на нее. «Я насыплю тебе орешков. Ты ведь любишь орешки?» Изабо ласково провела пальцами по блестящему оперению и, сильно прихрамывая, удалилась. Такую уж она родилась. Одна нога короче другой. А потом еще опрокинула на себя кастрюлю. Хотела взглянуть, что там булькает. Недоглядевшую за работником няню уволили. Лекарь старался как мог, но следы на коже остались. Только Изабелле могло вздуматься сбежать на кухню. Проклятие. Сущее проклятие рода Стер. Ловения проводила дочь полным тоски взглядом. Никогда ей не выдать Изабо замуж. А ведь это позор. Придется девушке коротать век сначала в родительском доме, потом под крышей братьев и сестер. Можно, конечно, отправить ее в монастырь или университет, куда с прошлого года принимали женщин. Но Изабо не питала страсти к религии, а об ученой карьере не могло быть и речи. Дочь сенатора с книгами не возится, и уж точно не живет одна. Наука – это непристойно. Магия тем более. Пусть в магическом университете, в отличие от обычного. Женщинам никогда не отказывали. Граф лег бы костьми, но не пустил туда дочь. «Я что-нибудь придумаю». Перехватив взгляд жены, одобрил ее Уильям. К примеру, Кэтрин могла бы взять ее к фландрам. «Но, папа!» – возмутилась предпоследняя дочь графа Стера. «Она всем только помешает». «И распугает женихов», – прозвучала невысказанная между строк. Кэтрин надеялась приятно провести время и оказаться в центре мужского внимания. После того, как Мэри в прошлом месяце представила семье своего поклонника, ей тоже хотелось обзавестись женихом. Хотя бы для того, чтобы стоять рядом с ним на свадьбе Алисы. Это совсем другой статус. Не просто сестра невесты, а будущая маркиза, графини или баронесса. К тому же между Мэри и Кэтрин давно шло негласное соперничество, и младшая не желала проигрывать старшей. Правда, в одном она считала себя победительницей. Если все пойдет хорошо, Кэтрин станет невестой в 21. Когда, как Мэри, ужас какой, через месяц исполнится 22. Алиса на их фоне вовсе казалась старой девой. Но у нее была уважительная причина. Будущий муж целых три года провел с дипломатической миссией за границей. Сестер Джад, по традиции прилагающуюся к титулу фамилию, могли носить только владелица его супруга. По праву считали жемчужиной графства. Идеально ровная, в меру бледная, в меру румяная кожа. Тонкий стан, изысканные черты лица и безупречное домашнее образование. У всех, кроме Изабеллы. Но ее никто не принимал в расчет. Алиса и Кэтрин пошли в мать. Родились русами и кореглазами. Мэри с братьями наследовали каштановые волосы и серые глаза отца. Только Изабо, вечно не желавшая соблюдать приличие Изабо, выбивалась из общего ряда. И волосы у нее темные, и глаза зеленые, бездонные. Красивые, не поспоришь. Но уж слишком колдовские. Не для скромной девушки. Не обсуждается. Граф принял решение и не собирался его менять. Сделаешь так, чтобы не помешало. И вот еще что. Нахмурившись, он почесал подбородок. Познакомь ее с кем-нибудь. Пусть не сидит на танцах в углу. Кому-то могло показаться странным, что Изабелла умела танцевать. Она приспособилась к природному дефекту. Инна отлично справлялась с медленными мелодиями. Для быстрых требовался терпеливый чуткий партнер, которого обычно не находилось. Поэтому танцы вроде зажигательного рила оставались под запретом. Хотя и обычный Изабелла пропускала, сидела в буфете и читала книги. Почему именно там? Чтобы соврать, будто лакомиться пирожным, если матери вдруг придет в голову ее разыскивать. В свое время девушка жутко расстроилась решению отца выводить ее к гостям. Зачем? Она прекрасно пряталась от них 17 лет. Не мешала своей инаковостью. Теперь же раз полгода приходилось ездить в чужие дома. Справедливости ради сестры порхали по балам куда чаще. Не пропускали ни одного вечера с танцами. Кэтрин тяжко вздохнула и пробормотала. Хорошо, папа. Поездка заранее была испорчена. Нянька при Изабо, разве можно придумать что-то хуже? Как, спрашивается, она должна заставить мужчин танцевать с сестрой. Только слепой согласится пригласить такую уродку. Ничего, шепнула Мэри. Всегда можно соврать, будто очень старалась, но ничего не вышло. Ну или что Изабо едва не закатило скандал, и ты побоялась за репутацию семьи. Младшая сестра могла. Она упорно лезла в мужские разговоры и не желала соглашаться с мнением старших, а потому мудрых женщин. А еще не умела вышивать и ничего не смыслила в поэзии. Спаси меня. Кэтрин с мольбой взглянула за заклятую сестрицу. Вы с Бергом в среду едете на прогулку. Прихватите Изабо. У него наверняка найдутся неженатые приятели. Пожалей, бедолаг. Возвела очи горе Мэри. Берг меня бросит, если друзья отвернутся от него из-за этой блаженной. К тому же, мечтательно улыбнулась она, мы хотели остаться вдвоем. Мэри, ужаснулась сестра. Кончики ушей ее покраснели. Стоит ли предупредить родителей? Пожалуй, нет, иначе Мэри ничего не расскажет. А Кэтрин жутко любопытна. Как всякая леди, она считала намерения сестры непристойными. Но все запретное неумолимо влекло и разжигало любопытство. Я еще не решила. Тоже покраснев, призналась Мэри. Ну, может, самую чуточку. Мы ведь уже обручились? Но честь я Бергу отдам только после свадьбы. Кэтрин жутко хотелось узнать, о каком чуточку идет речь. И сестра начала сбивчиво, то и дело хихикая от смущения, рассказывать о разных способах остаться девицей, получив развратное удовольствие. Но тут вернулась Изабелла. И пришлось замолчать. При ней болтушки приняли серьезный, немного отрешенный вид. Лавиния не подозревала, чем у причины ее дочери. Она искренне полагала, что в мечтах они не ушли дальше первых поцелуев. Граф запретил бы даже их, но графиня помнила молодость и не возражала против невинных шалостей, если они не угрожали чести. Посему целоваться разрешалось исключительно с женихами или хотя бы с теми, кто собирался сегодня-завтра сделать предложение. Изабелла лениво ковырялась в каше. Мыслью ее занимал новый эксперимент, который она надеялась поставить на чердаке. В свое время кто-то потерял ключи, а девушка нашла. И вот собиралась начертить свою первую пентаграмму. Если получится, явится бафомет. У Изабо найдется чего пожелать. Хотя бы красоты, чтобы перестали тыкать пальцем. Или место в стенах магического университета, где не приходилось бы учиться урывками, рискуя собственным здоровьем, а то и жизнью. Ну и репутацией. Ведь подобное занятие неименуемо привело бы к изоляции семьи. Лишила графа всех привилегий. Откуда вообще взялись книги? Изабелла предпочитала не распространяться на этот счет. Хватит того, что в детстве ее отругали за попытку сварить эликсир здоровья. Совершенно безобидной. Из арсенала аптекарей, а не ведьм. Но наказание последовало нешуточное. Малышку заперли в винном погребе. За Изабо и без того числилось слишком много странностей. Отваживших няни, гувернанток и служанок. Она выращивала подозрительные растения, учила мертвые языки и увлекалась каллиграфией. Однажды и вовсе вызвалась заговорить кухарке зубную боль. Когда девушка подросла, она научилась скрывать свои интересы. Родители вздохнули с облегчением. Колдунья в замке Стер испарилась. Еще бы искоренить страсть дочери к затворничеству темным платьем и избавиться от ворона. Однако Изабо сразу заявила. Либо ей предоставляют капельку свободы, либо ее здесь никто не держит. Она не имела в виду самоубийство, но родители поняли ее именно так и временно смирились. О книге? Изабелла раскопала их на том самом чердаке, куда сваливали всякую рухлядь. Засыпая, девушка мечтала только об одном – стать могущественным магом. Тогда бы все проблемы решились, ее начали уважать. Но раз за разом Изабелла просыпалась всего лишь седьмой дочерью графа Стера. В этом тоже крылась насмешка судьбы, подарившая Изабо дурную славу. Если даже мать верила россказням о магии седьмого дитя, подозревала, что расплатила жизнями близнецов из-за хромоножки. Что говорить о других? Изабелла! Девушка вздрогнула, когда отец обратился к ней по полному имени, и нервно поправила воротник. Пальцы инстинктивно проверили, прикрывают ли волосы рубец на щеке. Вдруг граф узнал о книгах. Да ну! Изабо надежно их спрятала. После истории зелья матушка следила за ее вещами и выбрасывала все подозрительные. Приходилось идти на хитрость. Изабелла ценила книги и в другой ситуации осудила бы столь варварское обращение. Но ради собственного блага приходилось вырывать переплеты и титульные листы сентиментальных романов и вкладывать внутрь труды по магии. Листы с томлениями героинь безжалостно отправлялись в камин. Любовь Изабо не интересовала. Хотя бы потому, что полюбить ее невозможно. Это удел сестер, а она создана для волшебства. Да, отец. Изабелла низко склонила голову над тарелкой и чуть сутулилась. Ты поедешь вместе с Кэтрин к барону Фландро. Но я не хочу, я еще не... Девушка вовремя закрыла род, сообразив, что едва не проговорилась. Ты поедешь, с нажимом повторил Уильям. Пора перестать дичиться людей и научись, наконец, улыбаться. Глаза бы его не видели дочери-калеки. Он заподозрил неладное сразу, как она появилась на свет. Другой заподозрил бы жену в измене. Но, увы, Лавиния была на редкость честной супругой. Да и седьмая дочь. Шкаф со скелетами рода Стер не ограничивался Изабеллой. В нем притаился ее прадед, которого вычеркнули из памяти, но не смогли вымороть из жизни. Мерзкий чернокнижник. К счастью, у него хватило ума не кончить дни на плахе, а творить свои дела вдали от людских глаз. Иначе бы его правнук не удостоился чести стать сенатором. Не иначе Изабо пошла в Рафуса Джада. Нужно скорее сплавить ее замуж и на корню пресекать любой интерес к волшбе. Отец хочет сказать, мягко мешала Славиния, что свежий воздух и новые друзья пойдут тебе на пользу. Скучно сидеть целыми днями одной. А там молодые люди, танцы. Ты ведь у меня очень умная. Изабелла усмехнулась. О да, учеба давалась ей легко. Настолько, что она делала домашние задания за старших сестер и растолковала им непонятные места в учебнике. Но среди молодых людей лучше прослыть дурочкой. Главное родиться красивой. Кому интересен твой ум, когда от тебя шарахаются. Ты ведь поможешь, Кэтрин? Зашла мать с другой стороны. Нельзя отпускать ее одну. Я поехать не смогу. Твой брат и отец тоже. У Мэри жених. Изабо смирилась. Ей не привыкать становиться компаньонкой сестры. Ничего, снова посидит в уголке. Стойко перенесет парочку сочувствующих взглядов и оттенит красоту Кэтрин. Может, сестра так быстрее выйдет замуж, чего страстно желала. Только пусть не надевает черное, крикнула со своего места Кэтрин. Я не хочу объяснять, почему Изабо носит траур. Если хочешь, я объясню сама, хмуро отозвалась девушка. Она мысленно закипала. Так и хотелось ответить. Я горюю по содержимому твоей головы. Но пришлось улыбнуться. Отец смотрит. И заверит, что ради сестры она выберет какой-нибудь веселый наряд. Я помогу, дорогая. Довольная Лавиния ободряюще кивнула. Помнится, мы шили тебе чудесные платьица в цветочек. Изабелле не нравилось, когда с ней обращались как с маленькой. Но маму не переделаешь. Она навсегда младшая в семье. Вечная девочка. И волосы нужно приподнять. Продолжала строить планы графиня. Приподнять? Изабо чуть не застонала от ужаса. Так все увидят ее шрамы. Может сказаться больной? Тогда она на законных основаниях не поедет к фландрам. Но это малодушие. А Изабелла с детства воспитывала в себе бесстрашие. Поэтому она позволила матери после завтрака зайти к ней и откопать то самое платье в цветочек. Ну вот, даже пояс под цвет глаз. Довольно кивнула Лавиния, наблюдая за преображением дочери. Главное не обращать внимание, что одно плечо немного ниже другого. Горничная закончила шнуровать корсаж и отошла, ожидая новых указаний. Изабелла безучастно смотрела на собственное отражение. Если бы на нее нацепили рубище, ничего бы не изменилось. Зато Ворону нравилось. Иначе почему он вдруг раскаркался в клетке? Если бы не присутствие посторонних, Изабо спросила бы его. Но при матушке Сей должен оставаться обычной птицей. А его хозяйка обычной девушкой. Насколько это возможно? Ворон завелся сам. Изабелла гуляла по саду. Кажется, плакала. И наткнулась на птицу. Девушка предполагала, он сбежал от прошлого хозяина. Кто-то ведь научил его говорить. Правда, четыре года назад Сей был гораздо глупее себя сегодняшнего. Изабо много с ним занималась, вырастив практически полноценного собеседника. Платье оголяло шею и верхнюю часть груди. Декольте сделали универсальным, чтобы оно одинаково подходило как для дневных визитов, так и для танцев в дружеском кругу. Я это не надену. Закрыв шею и грудь руками, девушка обернулась к матери. Придется привыкать, дорогая. Лавиния стояла на своем. Нельзя всю жизнь прятаться. Возьмешь газовый шарфик, на танцах снимешь. Теперь займемся прической. Изабо мысленно застонала. Сегодня у фландров она умрет. Только лениво не скривит губы. Не напомнит, какая она уродина. Зато умная. Кто только придумал сомнительное утешение. Женщине положено родиться красавице, иначе нельзя. Под строгим руководством госпожи горничная расчесала волосы Изабелла и подняла их. Девушка задрожала, вмиг ощутив себя беззащитной. Только не хватать себя за шею. Только не хватать. Мам, пожалуй, локоны идеально подойдут. Графиня долго колебалась, но решилась-таки причесать дочь по моде. Крупные. Пустим две-три пряди у лица. Остальные гладко причешем и сделаем шиньон. Изабо покорно терпела. Старалась не смотреть в зеркало. Десятки раз за свою короткую жизнь девушка задавала себе вопрос. Почему родилась такой? Даже адресовала его богине. Но та осталась глуха. В итоге Изабелла отвернулась от религии. Навсегда уверившись, что на небе она тоже никому не нужна. Впрочем, поклонение богине давно стало формальным и ограничивалось парой старых ритуалов за год. Только монахи не продолжали исправно славить небеса. Но вот преображение завершилось. Матушка с энтузиазмом, горничная по указке заверяли, что все мужчины графства станут драться за возможность посидеть рядом с Изабеллой. Уважая чужой труд, она согласилась оценить совместные старания. Из зеркала смотрела. Существо. Нет, если ограничиться только правой стороной, получалась симпатичная. Пусть и грустная девушка с пикантной родинкой на шее. Но левая сторона все портила. Я надену маску. Изабо привычно потянулась к верхнему ящику стола, где хранила сделанную по специальному заказу полумаску. Появляясь в свете, девушка неизменно прибегала к ее услугам. Попробуй без нее. Мать говорила мягко. Но Изабелла давно научилась отличать приказы от просьб. Это не бал. И очень жаль. На балу так легко ускользнуть. А если устраивали маскарад, Изабо и вовсе чувствовала себя почти нормальной. Девушка кивнула, не желая спорить с матерью. Действительно, пора привыкать. Или Изабелла решила, будто когда-то перестанет быть уродом. Ты очень красивая, помни об этом. Поцеловав дочь в лоб, Лавиния удалилась. Она сделала все, что могла. Постаралась стать любящей матерью. Изабо неизменно вызывала стыд и вину. Если бы она умерла, остались бы живы и Рен и Кэрол. Седьмой ребенок высасывает чужие души. Лавиния не стала бы рожать так много и часто. Но богиня наделила Уильяма богатым темпераментом и повышенным благородством. Не позволявшим так скоро завести любовницу. В итоге в замке не смолкали крики младенцев. Сейчас он, к счастью, успокоился. Развлекался со служанками. Графиня удалилась. А горничная осталась и сделанным энтузиазмом помогла юной госпожи подобрать шляпку и драгоценности. Однако Изабелла видела, как менялось выражение лица женщины. Стоило служанке коснуться ее кожи. Зеркало не обманешь. Зеркало всегда покажет правду. Наконец горничная тоже ушла. Изабо ненадолго осталась одна. Надеюсь, сестра не натворит глупостей. Девушка покосилась на ворона. В прошлый раз мне стоило большого труда спасти ее от отцовского гнева. «Ты ни в чем не виновата!» – отозвался Сей, наедине с хозяйкой обретя дар человеческой речи. «Попробуй объяснить отцу», – фыркнула Изабо. «Как и то, что на меня никто не позарится. Разве маг из чисто научного интереса? Но таковых у нас нет. Местные считают колдовство болезнью, что-то вроде проказы. Магический университет и вовсе для них сборище всех демонов семимирия». «Ты не права!» – заладила свое птица. «А, ты про пару образованных господ?» – отмахнулась девушка. «Но они давно женаты. Да и не хочу я стать чьей-то супругой. Вот бы получить свою часть наследства и уехать». Она мечтательно прикрыла глаза. Я остригла бы волосы под мальчика и стала жить, как хочу. «Пора! Пора!» – раскаркался ворон, напоминая, что экипаж не станет ждать. Сама знаю. Поникла Изабо. И, не глядя, сгребла в сумочку нехитрые дамские принадлежности. «Поеду тешить тщеславие Кэтрин. На моем фоне она особенно неотразима». Глава вторая. Изабелла равнодушно скользила взором по придорожной зелени и мечтала скорее вновь оказаться в своей комнате. Впереди ждало очередное испытание. Очередные сочувствующие шепотки. Но жалеть станут граф Астера, а не его дочь. Несчастный отец так страдает. Начнут делать предположения одно оскорбительнее другого. И, наконец, сойдутся на том, что Изабо подбросили цыгане. Те, в свою очередь, нашли уродливого младенца посреди чистого поля, где его исторг – верхний круг демонического мира. Сдержать гнев не высказывай доброхотом в глаза. Все, что о них думает. Помогали книги. Любые. Они отвлекали от внешнего мира и погружали во внутренний. Одного Изабелла не понимала. Отчего родители до сих пор жаждали выдать ее замуж? Подумаешь, останется одна непристроенная дочь. Самая старшая Вероника и вовсе успела подарить графу внуков. Он может спокойно отойти от дел. Но нет. Уильям продолжал мучить Изабо вместо того, чтобы оставить ее в покое. Кэтрин насупилась в противоположном углу экипажа и строила гримассы. Не выдержав, Изабелла в сердцах высказалась. «Я тоже не хотела ехать. Еще неизвестно, кому хуже». «Разумеется, мне», – ответила нахалка. «Если бы ты ездила с Мэри, она тоже не обручилась». Все внутри изобок локотало от гнева. И желудка подымалась обида, горькая и холодная. «Не беспокойся», – сухо обронила Изабелла. «Я сразу уйду в сад и не появлюсь на танцах. А матери совру, будто не отходила от тебя». Честь, честь, все время честь. Как она надоела. Кэтрин может махать юбкой направо и налево. Изабо ей не нянька. Сестра старше и давно в состоянии отвечать за свои поступки. Ленты шляпки душили, и Изабелла ее выкинула. «Это же логийская соломка», – ахнула Кэтрин, проследив за полетом модного аксессуара. «Можешь попросить кучера остановиться и забрать себе». «И радуйся. Теперь на моем фоне ты окончательно превратишься в образцовую леди. Уродинам шляпки не нужны, модные прически тоже». Изабо с удовольствием бы вытащила шпильки, развила волосы. Останавливала одно – страх наказания. Если пропажу шляпки удастся объяснить резким порывом ветра, экипаж открытый, то про волосы не соврешь. Кэтрин испытала нечто похожее на укол совести. Сестра действительно не виновата в своем уродстве. Не стоит лишний раз напоминать о нем. Наоборот, Изабеллу нужно пожалеть. Ее никогда не пригласят на танец, не подарят цветов. Никто не приедет просить ее руки. Даже на обычный пикник не возьмут. Если Изабо куда-то ехала, то за компанию. Неудивительно, что она странная. Кэтрин даже решила познакомить бедняжку с каким-нибудь мужчиной. Попросить подруг обмолвиться с ней парой слов. А начала с того, что действительно приказала остановить экипаж. «Ты чего?» – удивленно взглянула на нее Изабо. Ветерок успел поиграть с ее завивкой. Она уже не смотрелась столь безупречно, как пару минут назад. Когда они доберутся до Фландров, Изабелла окончательно превратится в селянку. «Собираюсь найти твою шляпку». Кэтрин открыла дверцу и в нерешительности замерла, присматриваясь, как спуститься. «Ты потеряла ее по моей вине». «Я ее выбросила», – уточнила Изабо. «Твоей вины здесь нет. И именно мне ее искать». Пыльная дорога и высокая трава не смущали младшую дочь графа Стэра. Какая разница, чистая ли у нее туфельки. Даже если она с ног до головы измажется грязью, все равно станут смотреть на ее шрамы. Шляпку Изабелла отыскала быстро. Светлое пятно посреди зеленого моря. Ветер зацепил ее за Амеллу. Символично. «Ведьмино имущество на кусте ведьмы», – усмехнулась девушка, повязав немного потрепанный головной убор. Жаль, что при ней нет садового ножа и холщового мешка. Так бы удалось заготовить немного ингредиентов для зелий. Изабо облюбовала для запрещенных занятий не только чердак. В теплую пору она забиралась в дальние уголки сада. Старые замки хороши тем, что в них всегда найдутся потайные уголки. Изабелла хранила котел, бывшую кастрюлю, и пучки трав, сарай для инструментов. Нынешний садовник пользовался новым, посчитав старый небезопасным. Девушку же покосившаяся крыша не смущала. Вместо дров она использовала сухие ветки. Изабо срезала их ножом, купленным на деревенской ярмарке. Огниво она еще в детстве стащила с кухни. Особенно Изабелла любила пасмурные ночи, когда небеса никак не могли решить разразиться им дождем или ограничиться плотными тучами. Тогда не следовало опасаться любителей романтичных прогулок при луне. Темнота Изабо не пугала, равно как дождь или гроза. Кэтрин нетерпеливо высматривала сестру из экипажа. Когда же она налюбуется голубым небом? Теперь Кэтрин сожалела о проявленной доброте. Она грозила лишить ее лишнего часа в обществе фландров. Изабелла стояла посреди луга, широко разведя руки, запрокинув голову. Солнечные лучи играли на лице, стирая аристократическую бледность. Дарили ласку, которой она никогда не знала. Ветер трепал ленты, надувал-подол платья, словно парус. Какой свободной, какой прекрасной Изабо себя ощущала. Она мысленно превратилась в Сея, оторвалась от земли и оборвала связи с прошлым. Там, в небе, неважно, одинакового ли размера у тебя ноги, есть ли шрамы на теле, глупая ты или умная. Ты просто есть. Следуя мимолетному порыву, Изабелла закружилась. Кэтрин залюбовалась ее движениями. Парящая среди высокой травы, Изабо казалась такой женственной. Невидимый кокон лопнул, выпустив на свет бабочку. На губах Изабелла играла улыбка. Она действительно была счастлива. Возможно, впервые за девятнадцать лет своей жизни. Однако всего один взгляд разрушил волшебство. Улыбка исчезла. Изабо, по привычке подволакивая ногу, побрела к экипажу. Клетка захлопнулась. Птицу никогда не выпустят на волю. Оставшийся путь сестры проделали в молчании. Кэтрин грезила о скорой встрече со старыми и новыми знакомыми. Изабелла бездумно рассматривала окрестности. Но вот показался забор имения фландров. Табличка на каменном столбе сообщала, что девушки въезжают в частные владения. Потянулись поля. Вскоре их сменили деревеньки. И, наконец, на горизонте возник господский дом. Барон выстроил его в столичном стиле, сравняв с землей старинный родовой замок. Вместо бойниц на гостей взырали высокие окна. Обходные галерей сменила смотровая площадка. Ажурные балконы манили любоваться луной. А партерный сад звал посидеть с книгой у фонтана в жаркий полдень. Миновав арку ворот, экипаж остановился у крыльца. Двумя маршами лестниц, устремлявшегося к парадному входу. Там, опершись о перилы, ждали хозяева. Барон – примерно ровесник графа. Баронесса немного старше лавиния. Они окружили сестер Джад заботой, нарочито не делая различий между красавицей и чудовищем. «Как вы хороши сегодня!» К нам будто пожаловало солнце. Слышалось со всех сторон. Кэтрин смущенно улыбалась. Изабелла мрачно благодарила. Она-то видела, как старательно барон отводит взгляд от ее шеи. И вздумалась же матушке сделать высокую прическу. На обратном пути Изабора спустит волосы. Пусть ругается. Хозяева подхватили сестер под руки и повели внутрь, к остальным гостям. Беседовали о погоде и природе. Тактичный барон даже поинтересовался мнением Изабо о последнем законе. Она оценила, ответила предельно сжато и корректно. Окна одной из уютных гостиных распахнули настежь, пустив внутрь буйство погожего дня. Гости рассредоточились вокруг чайных столов, лакомились домашней пастилой, знакомились друг с другом. Чужаки в провинции появлялись редко. Все так или иначе друг о друге слышали. Изабелла скромно пристроилась в отдельном кресле, выбрав общество хозяйки дома и ее подруг. Вам бы к молодежи, милая. Баронесса кивнула на стайку хихикающих девушек, окруженных молодыми людьми. Изабо пожала плечами. Она присматривает за Кэтрин, не более. Старая дева, компаньонка, приживалка. «Благодарю, но мне уютно в вашем обществе, миледи», – спохватившись, добавила Изабелла. «Вы чрезвычайно интересная собеседница. Окружающие не должны разгадать истинные причины ее поступков. Взгляд баронессы будто говорил, «Как вам угодно». Она попыталась, но не собиралась настаивать. Изабо медленно пила чай. Когда рассматриваешь что-нибудь легче. Сейчас она выбрала в качестве объекта изучение часы. Они не только показывали время, но и отмеряли дни недели. Резные фигурки пастухов и пастушек приходили в движение всякий раз, когда стрелки касались цифр три, шесть, девять и двенадцать. Звучала мелодичная трель. «Какая она гадкая». Ухо таки ловило обрывок разговора. Барону не следовало ее пускать, словно жаба. Изабелла вздрогнула и часто заморгала, когда послышался взрыв смеха. Говорили несомненно о ней. Кэтрин робко высказалась в защиту сестры, но ее слова потонули в одобрительном гуле. «Да, не повезло, так не повезло», — сокрушенно вздыхала какая-то девица. «Как ты с ней живешь, Кэти? Я слышала, будто она ест мышей». Пальцы Изабо крепко сжались. Закрыв глаза, она досчитала до десяти. Это всего лишь пустые слова. Почему они так сильно ранят? «Эй, колдунья, покажи что-нибудь». Гадкий мальчишка, когда же он уймется? Теперь Изабо узнала его. Ну, конечно, это Ирвин Блейд. Он и его сестра само совершенство. С нее пишут картины. По нему сохнут все девушки графства. И Кэтрин тоже. Раз тихо, чтобы не слышала, сестра смеется. Баронесса положила конец оскорблением. Молодые люди затихли. Но Изабелла понимала. Ненадолго. Поэтому, сославшись на головную боль, вышла в сад. Сразу стало легче. «Ненавижу!» – выкрикнула в пустоту Изабо и выпустила на волю истинные эмоции. С окрушительным огненным смерчем они пронеслись по песчаной дорожке, оставив после себя пепел вместо розовых кустов. «Ненавижу!» – чуть тише повторила Изабелла и смахнула навернувшиеся слезы. Понурив голову, она побрела дальше, мечтая потеряться или умереть. Скоро начнутся танцы. Что толку, если ее нарочно обходят стороной? Эрвин быстро присытится. Успокоится. Терзать жертву за глаза неинтересно. Только потом станет еще хуже. Ложь, будто Изабелла любила сидеть у стены с книгой в руках. Никому не нравится чувствовать себя пустым местом. Изабелла провела рукой по обугленным ветвям. Они не виноваты. С пальцев заструился серебристый дым. Он обволакивал сгоревшие стебли. Возвращал в них жизнь. Чешуйки пепла кружа соединялись. Становились листьями. Тяжелыми бутонами. Снова набухали и лопались почки. Наливались цветом лепестки. Увы, у Изабелла не хватило сил и умения спасти все розы, которые она погубила. Ничего, их потом выкорчуют и посадят новые. Но вот и беседка. Девушка тяжело опустилась на скамью и уставилась на свои ладони. Как страшно. Дарить одновременно смерти жизнь. Но смерти все-таки больше. Она давалась легче. На лбу Изабеллы выступили капельки пота. Она словно долго бежала и не могла отдышаться. Проклятые слезы. Почему они продолжали стекать по щекам? Здравствуйте. Изабу вздрогнула и отвернулась, закрыв лицо руками. Она не хотела, чтобы кто-нибудь видел ее сейчас такой... слабой. Сад казался пустынным. Но даже он предал уродку из замка Стер. Незнакомец оказался настырным. Он не ушел. Хотя поведение Изабыла красноречиво намекало на желание побыть в одиночестве. Заскрепели деревянные ступени. Следом доски настила. Потом все смолкло. Где он сейчас? Сидит напротив? И кто он? Изабу не узнала голос. Простите, я вас напугал. Девушка широко распахнула глаза и осторожно глянула на мужчину из-за сведенных в месте ладоней. Пугать – это ее прерогатива. Разве вы не знаете, кто я? – изумилась она. Нет, – честно признался нарушитель спокойствия. Я опоздал к торжественной части. Но мы и без хозяев исправим досадную ошибку. Он мягко дружелюбно улыбался. Наверное, потому что Изабу повернулась к нему нужным боком. Ну да, тот профиль прекрасен. Пора разрушить чужие иллюзии. Девушка отняла руки от лица и повернулась. Улыбка сошла с лица мужчины. Он увидел. Сейчас сошлется на некое срочное дело и сбежит. Кто сотворил с вами такое? Незнакомец указал на шрамы. Я сама. Сомневаюсь, – криво усмехнулась Изабу, – будто никто не напел вам о чудовище из замка Стер. Так вы одна из дочерей графа, – догадался мужчина. Изабула кивнула. Какой он все-таки странный. И симпатичный. Хотя без той ямочки на подбородке было бы лучше. Приятные открытые черты лица, кори и глаза. Брови могли быть и повыше, равно как скулы. Волосы зачесаны на косой пробор. Банально. Они слегка вились, придавая Шатену неряшливый вид. Среднего роста, ниже отца. Но в целом ничего особенного. У барона собрались более импозантные мужчины. Еще и возраст непонятный. Порой Изабу казалось незнакомец ровесник Нормана. А порой выглядел таким старым. Все из-за привычки хмуриться и слез. Не его, ее. Когда они, наконец, высохнут? Простите, Шатен внезапно подскочил и поклонился. Я совсем забыл представиться, миледи. Этьен Фарш. Просто Этьен Фарш? Удивленно переспросила Изабу. Барон не пригласил бы простолюдина. Мак, помощник преподавателя магического университета. Полагаю, с легким нажимом заметил он. Вам лучше туда поступить, иначе дар способен. К демонам мой дар, сорвалась Изабелла и поднялась на ноги. Тоже считаете меня с чадем зла? А мне плевать, слышите, плевать. На всех и все. На вас тоже. И вовсе я не миледи, нечего притворяться. Подхватив юбки, девушка хотела сбежать по ступенькам. Но Этьен удержал ее. Неслыханная наглость. Ухватить за руку постороннюю женщину. Изабу опешила, чем воспользовался Шатен. Он усадил ее обратно и протянул платок. Думаю, вам это пригодится. Спасибо. Выдавила из себя Изабелла. Только не надо. Я знаю, что я калека. Уродина, колдунья. Вздор. Не выдумывайте. Вы красивая девушка. Оборвал ее Этьен. Она не знала, зачем спросила. Наверное, чтобы поставить его в неловкое положение. Заставить признаться во лжи. Вы пригласите меня на танец? Изабу ожидала отказа. А он согласился. Я хромая, напомнила она. Но ведь умеете танцевать? Изабу рассеянно кивнула и, взяв себя в руки, задала прямой вопрос. Вы успокаиваете меня из страха? Боитесь, я спалю или убью кого-нибудь? Уже прошло, спасибо. Я не питаюсь убитыми младенцами. Очень хорошо. Широко улыбнулся Этьен. Но насчет университета подумайте. Ваш дар опасен прежде всего для вас самой. Вас, наверное, ждут. Изабу ощущала себя крайне неловко. Она не знала, как вести себя, когда на нее не нападали и не сочувствовали. Так вы отказываетесь? Но почему он не уходит? В доме гораздо веселее. Даже за карточным столом с бароном лучше. Зачем пытаться изображать, будто Изабу нормальная? И тут ее осенило. Приданная. Ну, конечно. Он ведь даже не Лерт. А тут такой случай породниться с графом. Дурочка растает от парочки комплиментов. Подарит Этьену вожделенные деньги и связи. Да, я не танцую. А теперь бежать. В саду уже послышались голоса. Часть молодежи направлялась к беседке. Если их увидят... Ах, да, сначала они заметят розы. И станет уже неважно, кто рядом с седьмой дочерью графа Стера. Увечная нога мешала. Но Изабу упрямо волочила ее за собой. На песке оставался прерывистый след от носка туфельки. Этьен не кинулся следом. И хорошо. И пусть на танец не надеется. Изабула в зале не появится. До ночи просидит в библиотеке. С розами как в воду глядела. Смех и разговоры моментально смолкли. Стоило молодым людям ступить на выжженную дорожку, в дальнем конце которой, выделяясь на фоне пожарища, зеленел бы личинный куст. Изабула малодушно задержалась. Притаившись за очередной беседкой, решила послушать. Прежде всего ее волновал Этьен. Новый человек в их графстве. Изабу хотела понять, чего от него ожидать. «Мои розы!» – ахнула баронесса. Девушка сжала кулаки. Она не специально так вышла. Если бы Ирвин промолчал, если бы матушка не заставила ее ехать, если бы отец не считал... Но баронессе Фландер не было до этого дела. Она оплакивала безвременно погибшие цветы. «Ничего», – подумала Изабу. «Зато теперь меня никуда не пригласят. Лишь бы снова не заперли в комнате». «Вы только гляньте!» – причитала баронесса. «Будто молнией!» «Скорее магией!» – хмыкнул барон Озербли. «Не удивлюсь, если здесь проходила дочка Уильяма. А как вы полагаете, Этьен? Сама богиня привела вас к нам сегодня. Давно пора что-то делать. Может, стоит намекнуть графу отдать дочь в дом милосердия?» Дальше Изабелла слушать не стала. Главное, она выяснила. Мага пригласил один из гостей. А то, что ее считали сумасшедшей, давно не новость. В итоге в библиотеку Изабу не пошла, справедливо опасаясь встречи с хозяйкой дома. Ее мучила совесть. Баронесса пострадала ни за что. Девушка забралась на садовую ограду, с которой просматривалась кружная дорога и водяная мельница. Изабу с удовольствием прогулялась бы до нее, но опасалась порвать платье, слезая с забора. Сквозь плотную зелень проглядывала окно второго и третьего этажей. Смеркалась. Кто-то играл на клавикордах. Скоро начнутся танцы. «Надеюсь, Кэтрин повезло», – вздохнула девушка и удобно устроилась на деревянной перекладине. И она не наделала глупостей, иначе отвечать придется мне. Догорал закат. Изабелла вытянула руку, и солнце оказалось у нее на ладони. Ворвавшись прямо в пламенеющий горизонт, в дорожной пыли затерялся всадник. Кому-то тоже не понравился вечер, раз он покинул его раньше срока. Счастливый. Он мог уехать. А Изабу придется ночевать в чужом доме. Танцы продлятся до полуночи. Девушка подняла руку и пальцем вывела в воздухе собственное имя. Оно растворилось в сгущавшемся сумраке, словно дыхание в морозный день. Ладно, пора в дом. За очередной порцией пустой болтовни. Все уже забыли о розах. Никто не заметил, как растрепанная Изабелла прокралась в больную залу. Кресло заняли старшие леди. И она прислонилась к колонне, наблюдая за вальсирующими парами. Шляпка безвольно поникла в руке. Девушка могла бы ее не снимать. Все равно не пригласят. Из-за ломберный столик нельзя. Там обсуждались куда более интересные темы, нежели модные цвета сезона. Но женщинам вход в мужской мир заказан. Вот и Кэтрин. Изабелла невольно улыбнулась при виде счастливой сестры. У нее все хорошо. Миссия выполнена. Не думал, что вы вернетесь. Изабу не обернулась. Теперь она знала голос Этьена. А что мне оставалось? После коротких раздумий девушка положила шляпку на край пустого столика для напитков. Незамужним леди положено являться на танце. И давно вы так стоите? Минут пять, задумалась Изабо. И никто? Она поняла вопрос и качнула головой. Вам тоже не стоит. Я не выйду за вас. Обхаживайте Кэтрин. Она ах, какая дурочка. А денег дают поровну. Хотя бы краснеть не придется. Этьен проявил настойчивость. Я обещал вам танец. Согласитесь, не по-мужски нарушить слово. Я не обижусь, честно. Но заезжий маг ничего не хотел слушать и потащил ее в круг позора. Леденее от ужаса, привычно прикрывая шею рукой. Изабо ощущала десятки обращенных на нее иглов взглядов. В них читалось удивление, презрение, жалость. Привычный набор эмоций. Девушки перешептывались, предчувствуя потеху. Любая из них выгодно смотрелась на фоне уродки. Я не нуждаюсь в опеке. На полпути Изабелла вырвала руку и сжалась, словно дикий зверек перед охотником. Не надо танцевать со мной из чувства долга. Танцы – для удовольствия. Я полагал, самооценка дочери графа несколько выше пола, усмехнулся Этьен. Злая ирония задела Изабо, пробудила желание доказать наглецу, что она тоже стер. Как хотите. Девушка гордо расправила плечи и с вызовом обвела взглядом гостей. Многие потупились, отступили. Танец, значит. И она положила ладонь на плечо Этьена. Первые движения дались тяжело. Изабелла то и дело спотыкалась, но потом отгородилась от зрителей невидимой стеной. Отныне в ушах звучала только музыка. Никто не смеялся. Этьен тоже был несколько удивлен. Никаких отдавленных ног, неуклюжести. Изабелла много тренировалась перед зеркалом и добилась того, чтобы увечья не мешала. Но вот танец закончился. Этьена позвал знакомый, а Изабо сбежала в отведенную им сестрой комнату. Что толку подпирать стену? Стоя, вдруг он вернется? В коридоре ее перехватила запыхавшаяся Кэтрин. Он чужак, припечатала Изабелла. И слишком хорошо воспитан. Судя по взгляду сестры, она тоже так думала. Вот и славно. Когда люди сходятся во взглядах, достигается гармония. В их отношения с Кэтринсой я дама заглядывала редко. В их отношения с Кэтринсой я дама заглядывала редко.